Привет друзья! Валерий Баринов, советский и российский актер. За его плечами свыше 200 сыгранных ролей, причем настолько разноплановых, что невозможно определить амплуа этого прославленного актера. Однажды в интервью он пошутил, что уже не знает какой характер и привычки у него самого, ведь каждый сыгранный персонаж меняет самого актера, оставляя что-то свое, особенное, характерное только ему. Поклонники Валерия Баринова знают его по работе в театре и кино. Известность пришла к актеру в уже достаточно зрелом возрасте, после выхода на экраны картины «Петербургские тайны». Будущий артист родился 15 января 1946 года в деревушке Жилино, которая располагалась в Орловской области. Родители были простыми тружениками села, и семья жила в относительной бедности. Мальчик привык с ранних лет помогать родным по хозяйству. Любопытно, что трудовая жизнь в деревне и помогла Баринову полюбить выступления на сцене. В те времена регулярно проводились сельскохозяйственные выставки, на которых демонстрировались достижения человеческого труда, а также проводились конкурсы художественной самодеятельности. Обязательным номером от каждого колхоза было выступление юных дарований. Валере было только шесть лет, когда мальчика попросили прочесть стишок на сцене. Он, не стесняясь, предстал перед публикой, поразил зрителей талантом и получил заслуженную порцию аплодисментов. В более позднем возрасте юноша работал в провинциальном Орловском театре в должности рабочего сцены, а окончив школу, решился исполнить мечту. Отправился в столицу и поступил высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Первым местом службы начинающего актера стал знаменитый Александринский театр в Ленинграде, где артист выступал на протяжении шести лет. Еще в студенческие годы Баринов влюбился в однокурсницу Елену Вановскую, вслед за которой и отправился в северную столицу. Они были молоды, полны планов и надежд, но брак их оказался очень коротким. После бракосочетания семья просуществовала фактически всего два дня, после чего Баринов понял, что не сможет прижиться в семье жены. В театре имени Пушкина он должен был играть в массовке Антигоны, но случайно оказался исполнителем главной роли. Актер, утвержденный на роль Вестника, долго не мог нащупать характер персонажа. Однажды режиссер Дмитрий Алексидзе отпустил исполнителя главной роли отдыхать, но хотел еще раз прорепетировать часть пьесы. Он попросил Баринова прочесть текст Вестника. И вдруг оказалось, что он играет лучше и ярче. После премьеры Валерий Баринов улетел на съемки, а вот на второй премьерный показ вернуться не успел. Предыдущего актера пришлось просить вернуться в спектакль. Сам Баринов очень переживал, а дома жена и теща обвинили актера в том, что он зазнался. Именно в тот момент Валерий Александрович понял. В этой семье он всегда будет чужим. С первой женой актер сохранил теплые отношения на всю жизнь. Он хорошо знаком и дружен с ее мужем и детьми. Елена Вановская много лет спустя сказала, что встретились они слишком рано. И даже ее мама позже сожалела о расставании Баринова с дочерью. Валерий Александрович недолго оставался одинок. В его жизни вскоре появилась Татьяна, которая стала его второй женой. Она работала гримером в театре имени Пушкина, заканчивала институт культуры. В 1974 году Валерия Баринова пригласили в театр советской армии. Почти год супруги жили в разных городах, и все это время актер пытался снять хоть какую-то жилплощадь в Москве. Приезд жены застал его врасплох. Им совершенно негде было жить, так как сам Баринов снимал угол у своего приятеля, арендовавшего комнату в коммуналке. Актер пытался объяснить жене всю абсурдность ее неподготовленного переезда, но Татьяна рыдала и не хотела ничего слышать. Дело едва не дошло до развода. Вечером Баринов должен был посадить жену в поезд, идущий в Ленинград. Но после репетиции он еще раз решил попытаться снять хоть что-нибудь. И у бюро обмена встретил пожилую женщину, сдававшую дом в Малаховке. Вечером вместо поездки на вокзал Баринов повез жену смотреть их новое жилье. Этот дом оказался для них счастливым. Здесь Татьяна сообщила актеру о том, что он станет отцом. Это было настоящим чудом. Врачи давно поставили женщине диагноз бесплодие. Спустя время Баринов получил просторную квартиру в Москве, родился Егор. Но Татьяна совершенно не чувствовала себя счастливой. Егору было 6 лет, когда родители приняли решение расстаться. При этом жена актера получала отдельную квартиру, а Валерий Баринов оставался сыном в коммунальной квартире. Но он до сих пор благодарен Татьяне за то, что она отдала ему сына. Он никогда не осуждал свою супругу, напротив, пытался объяснить, что послужило причиной для принятия трудного решения. Татьяна, погруженная в бытовые проблемы, часто оставалась одна с малышом, пока супруг работал. Но она тоже хотела развиваться и не видела себя в роли домохозяйки. Жила семья в то время очень скромно. А у женщины на фоне бытовых трудностей еще и развивалась классическая послеродовая депрессия. Ей казалось, семья тянет ее назад. Но даже после развода Валерий Баринов продолжал общаться со своей бывшей женой, всегда поддерживал ее морально и материально. Егор всегда отправлялся к маме на лето в Ленинград, где она жила. Пока папа пропадал на съемочной площадке, мальчик с мамой мог путешествовать во время каникул. Были, конечно, и свои сложности. Поначалу Валерий Баринов оформил сына в хороший загородный детский сад на пятидневку. Там действительно было все очень хорошо. Обстановка, питание, свежий воздух. Когда же актер приехал однажды в пятницу за сыном, то друг увидел смирного и зажатого ребенка, который старается не проявлять свои эмоции даже от встречи с отцом. Тогда Баринов понял, что ребенок должен жить дома. Вскоре ему дали небольшую квартиру недалеко от театра, где актер служил. Из окна своей гримерной он видел светящиеся окна своего дома. Егору было 13 лет, когда отец и сын в гостях у знакомых познакомились с Леной. Женщина сначала подружилась с Егором, а после завоевала сердце и его папы. Позже женщина скажет, она испытала острую жалость, увидев Баринова с сыном. После этих слов Валерий Александрович понял, что это его женщина. Сейчас актер уверенно говорит о том, что жалость Елены растопила его израненное сердце и советует женщинам жалеть своих мужчин. Актер поверил в трогательное отношение к себе. Его никто никогда так не жалел, как мама и вот теперь Елена. Они поженились, когда Егору было 14 лет. Через год у супругов родилась дочь Александра. Долгие годы Валерий Баринов вынужден был скрывать, где и кем работает его супруга. Сегодня он уже может с гордостью сказать, его жена, подполковник ФСБ, в отставке. Однако в жизни она очень заботливая и преданная жена. Она готова оберегать покой мужа всеми доступными ей способами. Однажды, когда он уставший на бесконечных репетициях и съемках заснул, она даже не стала будить его на спектакль. В тот день он с утра репетировал, потом получил серьезный гонорар за съемки в петербургских тайнах, пришел домой, пообедал и уснул. Еще с утра он говорил жене о вечернем спектакле, а потом у него просто вылетело это из головы. Муж крепко спал, а Елена, когда позвонили из театра, даже не сказала, что Валерий Александрович дома. Позже, когда спектакль уже закончился, а за Баринова отыграл актер из второго состава, она забрала телефон в другую комнату и планомерно обзвонила всех, кто беспокоился о пропавшем после получения гонорара актере. Эта история окончательно уверила Валерия Баринова в том, что его жена – самая лучшая женщина в мире, и от нее он никогда не уйдет. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.